В Мурманской области со дна озера подняли самолёт времён Великой Отечественной войны. Легендарный штурмовик Ил-2. Поисковики называют свою находку уникальной. Это единственная машина в одноместной модификации, которая сохранилась до нашего времени. Самолёт отправили на реставрацию и обещают снова поставить на крыло. Репортаж Игоря Геенко. Потому что вот это бронестекло, это 70 сантиметровое, если посмотрите. Вот такая толщина бронестекла, которая защищала лётчика от пуль. Это беспрекрас исторический момент. Спустя 75 лет с момента приводнения, легендарный советский штурмовик снова на виду. По словам реставраторов, этот одноместный Ил-2, единственный, сохранившийся в мире. Несмотря на то, что во время Великой Отечественной войны было произведено более 36 тысяч таких аппаратов, уцелел только один. По сохранившимся архивным данным, управлял машиной командир эскадрильи Александр Каличев, который отлетал на этом самолёте рекордное время, больше года, и сумел на нём заслужить орден Отечественной войны первой степени. Но один из налётов в августе 43-го на немецкий аэродром Лоустари оказался для машины роковым. Пилоту удалось спастись, сев на воду, лишь благодаря мастерству. Посадил очень аккуратно, машину поднял вообще без повреждений. Если обратите внимание, это от 20-миллиметровой пушки немецкой. Снаряд попал в двигатель. Значит, повреждения есть на крыле, повреждения есть на стабилизаторе. Поиски летающего танка, как его прозвали во время войны, продолжались более 4-х лет. Волонтёры разыскивали не только сведения о том бое, но и место, где мог затонуть самолёт. Потом пешком и на лодках прочесывали местность. Долго анализировали, как он заходил на посадку, скакотич, какие ориентиры. Позвали летающего лётчика, который определил, куда удобнее. Вышли на это озеро. Ну, кроме него, наверное, ещё мы проверили штук 50. Ещё две недели ушли на подъём с 10-метровой глубины. Состояние ИЛА по меркам реставраторов практически идеальное. Приборы внутри уцелели, а снаружи сохранилась даже раскраска военной авиации. Теперь самолёт отправят на реставрацию в Новосибирск. Там находится единственная компания в стране, где машину смогут поставить на крыло. Также волонтёры обещают разыскать родственников командира эскадрильи и пригласить их на первый полёт обновлённой легенды. Игорь Геенко, Дмитрий Иванников и Павел Ковлига. Вести из Мурманской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова